Видео журнал Горячий Мастер представляет Анализ плана дома и его исправления Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики видеожурнала Горячий Мастер Некоторые мои зрители просят проанализировать план дома План того дома, который они собираются строить Вообще план того дома, который они хотят отдать для выполнения проекта Многие знают, что если план правильный Если его еще одобрит пара грамотных людей То действительно при уже оформлении проекта и строительстве дома Никаких подводных камней не выйдет Вот ко мне попал такой план Человек закинул у меня такой план, чтобы выяснить по системам отопления Но я ему говорю, план у тебя немножко не тот На что не получил никакого вопроса, ни ответа В общем, вот этот план был мне дан для того, чтобы я помог рассказать Объяснить вообще систему отопления в этом доме Дом получается сруб и в нем электрическое отопление Только электрическое отопление доступно в этом доме И я начал этот план анализировать уже для того, чтобы рассказать вам Как же производится анализ плана Вот видите, при самом простейшем рассмотрении мы сразу видим эркер в этом доме Я всегда говорил, что в доме из бруса и сруба эркер это всегда лишнее Это просто нужно устранять Просто не надо это строить в самом начале И я сразу вижу в этом доме эркер и говорю, что вот этот эркер в этом доме не нужен Кто-то спросит, почему? Объясните, создайте целое видео Я уже объяснял, у меня есть такое видео Я даже ссылку не буду давать, сами ищите Значит, вот этот эркер не нужен, видите, я сразу его убрал Видите, анализ максимально прост То есть вы даете план, а я рассматриваю, что в этом плане не так, на мое усмотрение Это лично мое мнение Также опять очередная ошибка Мы видим камин, камин в углу большого дома Если камин в углу большого дома, то куда же пойдет дымоход от этого камина? Что, пойдет такими лежаками по чердаку? Как же тогда дымоход будет работать? Да нет, этот дымоход будет просто с угла дома Вот так вот, выше конька, такой мощной колонной на растяжках стоять Ну, разве это не смех? Очень, очень живой вопрос Почему так скучно вас слушать, люди говорят Или даже многие соревнуются в том, кто первый напишет в комментариях Как же нудно он рассказывает Рассказываю о строительстве Как о такой фундаментальной идее, которая позволит вам иметь хороший теплый дом Я больше буду рассказывать о том, что нужно И тот, кто хочет услышать от меня о строительстве, тот услышит Имеющий уши, да услышит Следующее, что мы видим в этом плане дома не так Это закрытая терраса Закрытая терраса, это то же самое, что застекленный балкон То есть это совсем не дом Это такая история, в общем, это летняя история И я всегда говорил, что вот это вот Лишние архитектурные такие вот формы В коробке вашего дома Они дополнительного тепла вам не дадут Так как и огромные двери То есть двери-окна Такие окна в пол И я считаю, что вот эта вот часть, которая Внутрь дома вот так вот внесена Этот внутренний угол Если бы этот угол вывернули наружу Дом бы был у вас ровно на эту террасу больше В общем, об этом я уже рассказывал Посмотрите мои видео повнимательней Анализ каждого отдельно взятого плана Происходит с учетом всех условий Которые предъявляет заказчик То есть мы с вами изначально знаем Что этот дом будет отапливаться только электричеством Электричество это вещь не дешевая И дом из бруса или сруба Тоже сам по себе не очень теплый Как говорю, если хотите в таком доме Чтобы было тепло Откройте отопление Включите отопление посильнее Это говорит о том Что любая потеря тепла в этом доме Как огромные окна Лишняя площадь стен Которые вы создаете сами себе дополнительно Все это влияет на стоимость отопления вашего дома Если кто-то плохо видит Я вам скажу, что внешние размеры этого дома Почти 16 метров на 13 метров Это очень большая площадь дома Который будет отапливаться только электричеством Стоимость отопления в этом доме будет просто колоссальная Я понимаю, что наше видео смотрят и богатые люди Но, как правило, таких очень мало среди моих зрителей Также посмотрите Три спальни стоят в ряд Через простые перегородки Это жуткое нарушение всех норм современного планирования Что происходит в одной спальне Не должно быть слышно в другой спальне Представьте, что это все спальни Две детские и одна взрослая Между ними, кроме стены, никакой изоляции нет В доме из бруса никакой шумоизоляции в самой стене быть не может Весь этот дом сам по себе Полное нарушение всех норм звукоизоляции Поэтому, если вот так вот Три спальни в ряд Установлены просто через стены И не через какие-то помещения дополнительные Через гардеробную или санузел Ну неужели трудно вот это вот понять тем людям Кто планирует первоначально И выдает вот такие планы добрым людям Это просто жутко Я не знаю, чем вот эти люди думают Которые могут три спальни пустить в ряд И между которыми будут стены из бруса Или из бревна Я скажу, что уважаемый, кто нарисовал этот план Это вообще жуткая работа, понимаете И тот, кто возьмет вот такой план в руки Но вы один раз в жизни запомните, что мастер говорит Что в спальне в ряд через стену Просто это жутко Вы можете нанести травму своим детям, понимаете Которые вот живут за стенкой от вас И не подозревают, чем вы там можете заниматься В ваших личных спальных помещениях Поэтому подумайте о детях тоже Еще раз хочу напомнить Что человек заявил, что этот дом будет отапливаться электричеством Но если дом будет отапливаться электричеством То зачем тогда котельно-прачечная То есть если дом отапливается электричеством Значит по стенам должны быть установлены конвекторы Электрические С очень качественным подключением электричества Это должен делать профессионал Чтобы никаких вилок, розеток не было Это автоматизированные отопительные приборы Если дом отапливается электричеством Зачем строить систему отопления? Зачем везти трубы? Зачем покупать котел? Зачем вот эти лишние расходы? При отоплении электричеством ничего этого не нужно Но тогда и не нужна никакая котельная прачечная Потому что это просто лишнее помещение Которое также нужно будет еще и отапливать Но внимание, уважаемые зрители Я говорю о том, что эти конвектора Должны быть правильно установлены Они должны быть качественные Очень качественные и надежные Только в этом случае можно уйти от системы отопления При помощи теплоносителя Потому что если конвектора будут некачественные И кто-то будет самостоятельно их крепить Самостоятельно проводить проводку К этим конвекторам То возможен пожар Я еще раз вас хочу уверить Что в данном случае Если дом из дерева То пожароопасность этого дома Просто максимальная Мы берем в учет то, что люди могут прикладывать Эти же самые идеи И не обязательно к домам Из бруса, из сруба И из тех домов, которые просто легко горят Поэтому я хочу вам сказать Что есть такая возможность Поставить конвектора Если ваш дом отапливается электричеством Но в то же время Есть и большой риск Получить возгорание от этого Теперь обратите внимание Выход из тамбура на крылечко И также у меня выделен внутренний угол Когда опять же стена дома Как бы получается Я говорю просто вдавлена углом внутрь дома Если этот угол опять вывернуть наружу То получится, что стена будет Такой же площади выходить на улицу А дом будет больше Почти вот на это самое крыльцо Многие вот это не учитывают И все вот эти лишние углы Они потом плохо работают вообще В домах из бруса и сруба Это возможно лишнее гниение Теперь давайте обратим свое внимание На огромную площадь Всяких сопутствующих помещений Так сказать, неполезную площадь В этом доме Давайте выделим ее рамкой Эту неполезную площадь Санузлы, прихожие, тамбур и котельная прачечная Это получается огромная площадь дома Вы видите, она выделяется просто в такой Просто квадрат И теперь вот этот квадрат Нужно взять и измерить И посмотреть, сколько же он занимает площади От самого дома Потому что я считаю, что С этой неполезной площадью Можно поступить совсем иначе Видите, сейчас мы взяли эту неполезную площадь И переложили вот в общее большое помещение Гостиную кухню Получается она Эта площадь полностью перекрывает кухню-гостиную Значит, фактически Эта площадь убивает почти 40% всего дома И нужно с ней поступить совсем иначе Так как мы производим анализ плана Значит, мы не должны ничего жалеть Мы не производим анализ проекта Мы производим анализ плана Четвертая спальня появилась в том месте Где была закрытая терраса Эта спальня совсем не четвертая Она все равно будет третьей Теперь, что мы можем предложить по другим комнатам Просто мы отказываемся от некоторой площади этого дома И одна спальня у нас переезжает Видите, у нас были санузлы, котельная и прачечная И одна из спален переезжает в противоположный угол этого дома Таким образом, наш дом практически в рамках всего плана становится меньше Стал классическим квадратом, если смотреть на этот план сверху То есть, с точки зрения сбережения тепла Это наиболее правильная форма Вы видите, три спальни Они между собой никак и не граничат То есть, между двумя спальнями прихожая И между другими спальнями санузел Теперь вы видите, зеленым у нас мерцает Это появилась гардеробная Это будет родительская спальня И в ней есть гардеробная Чтобы люди мне не говорили А где же теперь хоронить все вещи? Хотя никаких кладовок мы с вами не убирали Также мы видим, что у нас имеется два санузла Два санузла, это, я вам скажу, так сказать, роскошь И поэтому нужно поступить немножко иначе Зачем два санузла будут находиться рядом между собой Когда один из санузлов можно при современных правилах планирования дома Один из санузлов отдать в родительскую спальню Это просто, как говорится, закон Поэтому, видите, теперь стрелочку Которая показывает, что нужно перенести дверь маленького санузла В спальню родителей И если вот эту дверь перенести в спальню родителей То получается вообще отличная планировка В родительской спальне будет и гардероб Который, представьте, это кладовка от пола до потолка И туда можно повесить все, что угодно И теперь появился еще и санузел То есть теперь папа не будет никого пугать своим видом И не будет ходить там в трусах своих в санузел Общий будет ходить в свой персональный санузел в его комнате А другие жители этого дома смогут пользоваться другим санузлом Теперь посмотрите Кухня-гостиная у нас сейчас обведена зеленым цветом, рамкой Эту площадь мы никак совершенно не меняли Она как была, так и осталась Просто мы убрали оттуда камин И там, где был эркер Там немножко окна мы видоизменили Убрали лишние окна Чтобы можно было поставить диван спиной Как говорится глухой стене Чтобы не было никакого окна за диваном Потому что окна за диваном Это я вам скажу Просто бардак Мы с вами живем, так сказать Не на теплых тропических островах И теперь вы видите Красным обведена та площадь Которая вообще, как оказалось На мой личный взгляд В этом плане была совершенно лишняя Так как дом должен отапливаться Электричеством А электричество Это очень дорогое Поэтому такую площадь Если от этого дома отнять Это будет очень существенно Экономия при отоплении Также квадратный план дома Позволяет, как вы видите Противоположно Использовать, как хотите На ваше усмотрение Установить конек в доме Вы можете установить конек На ваше усмотрение Но главное Если у вас есть снег на крыше То он не должен сходить К вам на крыльцо Конек вы можете сделать Как угодно Также вы видите Теперь у нас мокрую зону Два санузла Мокрая зона И вторая мокрая зона У нас это зона кухни Люди говорят Ты разнес мокрые зоны И теперь они через прихожую Это невозможный расход Теперь нам понадобится Лишних 2 метра Канализационной трубы Это убыток И ошибка в планировании Да, действительно, товарищи Есть вот такие комментарии Даже людей Которые подписываются Сантехниками То есть Упырь сантехник Говорит, что 2 метра трубы Уйдет Теперь посмотрите Если у вас Две мокрые зоны И соединяться Они будут По моим правилам В середине дома А не у внешней стены Потому что Я уже показывал В одном из удаленных видео Что канализация Должна входить Под землю В середине дома А не на углу Промерзаемом И вы видите И середина дома Она может быть выведена Из дома В любом направлении В каком вам нужно А не только В одном месте Где канализация У вас прижата К стене И для того Чтобы вести ее К нужной точке Шамбо Вы делаете Обход Буквой Г Или буквой П Чтобы вывести Свои драгоценности По этой Сложной системе Трубопроводов Трубу можно Проложить Как угодно И если эта труба Будет проходить Под кухней Гостиной Или под вашей спальней Это все равно Как говорится Никак не западло Понимаете Уважаемые Четкие пацаны Поэтому Перед нами Был план И мы этот план Переделали То есть Его переделал Горячий мастер На свое усмотрение Потому что Я считаю Что неверный план Исправить Гораздо проще Чем жить в плане В доме Который План которого Никто из нормальных людей Из тех Кто разбирается Не смотрел Из-за того Что человек Мог пожалеть Какие-то 500 или 600 Рублей На анализе плана Наш видеожурнал Создан На вашу пользу Создан Как благотворительный проект Слушайте советы Умных людей Подписывайтесь На наш видеожурнал Горячий мастер Расскажите О нас своим друзьям И знакомым Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok